Дамы и господа, приветствую всех. Дневник Милла Френо. Я Милла Френо. Это мой дневник. Это пыль на камере, которая никак никуда не проходит. Сегодня среда. Я сегодня не на работе. Я сегодня с детьми. Мы идем в танцевальную школу. И на футбол, дети, поздоровайтесь. Скажи привет всем, Лен. Привет всем. Ты? Да. Привет всем. Привет, Лата. Все такие футболисты, танцоры, спортсмены. И я в майке и в куртке. Знаете, почему? Смотрите, какая погода. Та-ра-ра-рам. Это небо голубое. Оно все такое и такое. Небо любим голубое, голубое, голубое. Вот такой вот я стихоплет сегодня. Посмотрите, какая жара. Она просто... А-а-а. Она мне куртку отдала. Сказала, мама, мне жарко. Правда, уже 19 градусов. Это не совсем нормальная температура для февраля месяца. Тем не менее, ведь... Куда ты пошла, Ленка? Подару. Нет. Там мальчики злые были. Там мальчики сидят большие. А я сейчас, получается, Леночку отведу, потом побегу быстренько денежку сниму, потому что должна Даниэль ко мне домой сегодня прийти ногти мои сделать, потому что я теперь должна их буду делать каждые две недели, потому что раньше я наносила акриль, а сейчас просто обычный какой-то гель-лак, шелак он называется или как-то так. Но его только на две недели хватает. А у меня уже прошло три, в общем, состояние ногтей просто ужасно. У меня на каких-то ногтях есть, на каких-то нет. Я сверху просто лаком красным покрыла, чтобы соответствовать своему образу. Смотрите, красная, красная, красная. Я все-таки красная, красная, даже ногти красные. У меня, получается, есть еще 25 минут. Я успею съесть свою тарелочку обеденную, потому что я этого не сделала с детьми сегодня. И я размещаю видео за вчера. Все это я успею сделать за 25 минут. Давай, милая, я верю в тебя. Самое крутое во всей этой ситуации, что можно поесть прямо перед компьютером. И никто об этом, кроме вас, не узнает. Он ходит на ее спектакли все поэтом и на все тренировки, да? Он на тебя смотрит там, да? Понятно. Все, кофе-пауза. Приезжал Дуниэль, сделала мне ноготочкой, видите? И я ей сказала, пусть это будет такой цвет нюд, потому что иногда, когда ломается, например, ноготь, да, или там отлетает краска, или как это называется, штукатурка, когда отлетает, я могу подкрасить разными цветами. Кто мне там подкрасил? А, из агентства звонят, надо же, в котором я работала. Уй, а да? Уй, боже мой. Ну, ну, а то я говорила себе, вот, меня никто не хочет брать, как ОТС, и я, типа, урокливая, жирная, все дела. У меня это агентство, в котором я работала в автобусах, по-моему, перезвонили и предложили мне, знаете, что? Ну, предложили мне два дня работы, не на стенде, а сейчас будет проходить, миппи-мипком, и они там проводят конгресс, и на этот конгресс нужен человек, который бы встречал людей, которые пришли на этот конгресс. Они меня пригласили, и, главное, там всего по 4 часа каждый день, и я, в принципе, могу, один день это среда, другой день это четверг, в принципе, все нормально, потому что мой муж может с ним посидеть. И мне из других компаний начали писать, приглашать меня, но поздно, меня уже пригласили, взяли на другую работу, так что, какого сотрудника вы потеряли? Как сказала когда-то директриса первой школы города Дубасар, когда она приехала, был какой-то конкурс проводился, конкурс защитников Отечества и что-то такое, и я читала какое-то стихотворение про край родной, которое я сама написала. И она потом подошла и сказала, режиссерша наша сказала, какую девочку мы потеряли. Ну, потому что 9 класс, меня практически выгнали из той школы, и я пошла в другую школу рассказать, почему меня выгнали из школы, и почему я получила 12 раз ремнем по попе в тот день. Вот так. Ну, девочку они потеряли, а вот эти молодцы не потеряли девочку, это агентство, взяли, позвонили мне и сказали, что приглашаем вас еще немножко подработать. И, в принципе, меня это устраивает, потому что, в принципе, это вечерние часы, я уже закончу работу в агентстве, и вечерние часы могу пойти там поработать. Так что, дополнительные деньги. Кстати, я еще сейчас получила, я, помните, я вам говорила, что я отчеты сейчас вам делаю, видеоотчеты по поводу... Сейчас кофе свой возьму. По поводу того, когда я зарабатываю, да, деньги, которые 30% я откладываю. Вот я два раза уже по 200 получила, 200 с YouTube мне пришло, и 200 за перевод, за еще за прошлый месяц я переводила один технический сайт, и у них там, получается, бухгалтер считает не тот месяц, который работал, а предыдущий. То есть ты получаешь зарплату только на третий месяц, это было ужасно неудобно, ну, в общем, вот так вот. И еще, значит, получается, 400 евро у меня было. Так что продолжаю дальше работать, и еще осталось совсем немного, каких-то там 5 с чем-то тысяч евро, и можно ехать на остров Маврики. Но тут такая ситуация, что, скорее всего, нам понадобится, ну, вторая машина, и, наверное, я возьму маленький смартик какой-нибудь там за, там, 2,5-3 тысячи, не знаю, сколько еще стоят эти смартик. Маленький какой-то, просто по городу быстро передвигаться, потому что квартира у меня аж 40, и если все эти 40 квартир в один день нужно все проехать, сдать, снять, отдать ключи и прочее, то, скорее всего, на джипе ездить по, видели, какие улочки в Каннах, не Камильфу, поэтому я очень хочу маленькую машинку какую-то, или, может быть, даже скутер. В общем, подумаю на эту тему, еще время есть немножко. Вот такие вот новости. А сейчас мы отправляемся, знаете, куда? Я выпью кофе, и мы отправляемся на поиски, потому что, оказывается, по закону, это я все по поводу вот этой вот стройки, которая там началась за окном, оказывается, по закону, они должны вывесить где-то афишу, где должно быть спроектировано в 3D, или просто имажный рисунок того, что они строят. Поэтому сейчас главное найти, как они туда ездят. Я так понимаю, что это аж возле магазина Lidl есть въезд в этот дом престарелок. Мне кажется, вот нужно оттуда где-то начинать, поэтому сейчас пойдем, будем искать, где эта вывеска. Итак, у нас миссия, в общем, такая серьезная миссия у нас, найти виноватых. И мы сейчас направляемся в сторону центра, мы обойдем все вот эти вот лесополосы для того, чтобы оказаться сзади нашего дома. По-другому туда пройти невозможно. И, возможно, там мы найдем виноватых в этой стройке. Причем я так подозреваю или с одной стороны, или с другой. И вот чтобы попасть с одной стороны, нужно обойти город с одной стороны, а для того, чтобы попасть с другой стороны, нужно обойти город с другой стороны. Поэтому фильм так просто. Но мы справимся, потому что мы агенты. Я агент, смотри. Вот, мы пришли сюда, получается, вот этот вот дом мы видим из-за елок, которые находятся там. И наши елки мы видим вот тоже вот там. И мы видим, что вот там проходят работы. Но это приватная резиденция, то есть, по сути, зайти мы туда не можем, и никаких машин грузовых, которые здесь проезжают, мы тоже не видим. Поэтому мы сейчас попробуем пройти сзади этих зданий, вот там где-то, и попробуем найти. Кажется, мы нашли. Зайти туда мы не смогли никак. Я так понимаю, что они вот здесь заезжают, но ворота закрыты. То есть, пойти посмотреть конкретно мы не можем. Но хотя бы мы можем выяснить какую-то ситуацию. Значит так, там земля 3 тысячи с половиной, и они что-то построят. Две с половиной, две двести тысячи метров. Ха-ха! Так, что это такое за ЭШПА? Сейчас мы попробуем в гугле посмотреть. Но мы знаем, что он будет 12 метров высотой. 12 метров в высоту? Ха-ха-ха! И архитекторы знаем, Филипп Вито. Короче, все понятно. Они строят еще одну часть дома пристрелых. Для не совсем нормальных. И это получается, как бы нам мешать особо не будет. Потому что они издают больше шума, чем мы. Я, знаете, больше беспокоилась за то, чтобы не попался опять какой-то сосед. Он какой-то приходил, там дядька. То у него жена беременна, то у него жена рожает. То у него маленький ребенок, который не может из-за нас уснуть. А пусть я приходил, ругался, что у нас слишком шумно. О, ворота открываются. Давайте зайдем, посмотрим. Короче, вы видели, как у нас с одной стороны есть дом пристрелых. Да, то получается R2, это значит R2, это нулевой этаж. Но у нас это первый. Короче, трехэтажное здание будет. Но трехэтажное. Вот смотрите, сзади меня получается 1, 2, 3, 4. Четырехэтажное здание находится. Это достаточно большое. А трехэтажное, это получается примерно так. Вот, ну здесь вот видно, видите, немножко видно. Вот они отсюда заезжают, правильно говорят? Да. И вот, получается, они вот здесь заезжают. Здесь мы видим наш дом. Короче, если они елки не вырубят, то в принципе никто никого видеть не будет. Но если они собираются вырубить елки, то получается у них окна будут выходить на наш бассейн. В этом случае мы, они получили право на постройку двухэтажного здания, а мы тогда получим право на то, чтобы забор был четырехэтажный. Вот так. И у них тогда будет вид на забор. Смотрите, прикольно написано здесь, типа, уважаемые гости, пожалуйста, обращайте внимание, когда вы ходите и заходите на этих бабушек и дедушек, которые сбежать отсюда могут. Это же, видите, здесь, ну не то, что там тюрьма, там у них, конечно, все прикольно, но это бабушки и дедушки, которые могут потеряться. Они не знают, где они живут, как их зовут и кто они такие. Я зашла еще быстренько в магазин, возьму себе кофе длинный, потому что у них кофемашина делает длинный кофе, ну как длинный, а лонжей который. Но у них только короткие есть, а я беру большую. Просто, чтобы цены немного знали, здесь продают орехи из Гренобля. И килограмм вот таких нечищенных орехов, то есть потом в результате их там 200 грамм будет где-то, стоит 5 евро 99 центов, то есть 6 евро. Ну а теперь возвращаемся домой, открываем окно и представляем, что... Вот смотрите, тот... Ай, кто это так закрыл его? Вот. Открываем и представляем. Вот получается вот этот дом престарел, да, с этой стороны, он получается в низине, поэтому мы второй этаж видим на нашем уровне. А теперь представьте, что второй этаж будет вот тут, потому что у них два этажа, это значит наших три. То есть вот где-то вот здесь. То есть, грубо говоря, получается, сзади нас будут этажи. И я так понимаю, ну вот здесь пару деревьев-то ладно, они загораживают, а вот здесь придется какие-то деревья сажать. Но эти деревья сразу не вырастут. Поэтому лично для меня этот дом сегодня потерял для меня ценность, потому что я очень любила этот дом за его тишину, потому что соседей просто нет, понимаете. Вот этот дом здесь у нас получается, вот здесь вот есть дом, да, ну, как бы далековато, его не видно даже. И туда очень редко люди приезжают. С той стороны получается вот этот дом престарелых, который, да, получается этот дом престарелых, он в другую сторону как бы повернут, поэтому нам достаются только с этой стороны, это там, не знаю, какие-то балкончики, на которые никто никогда не выходит. Ну и тетка-то, помните, я, которую вставляла в видео оруще. Вот. А, получается, с этой стороны-то есть соседи? Ну мы же не в той стороне живем, а у нас как бы вся жизнь общественная вот здесь происходит. То есть бассейн у нас с этой стороны. И в общем, это уже будет совсем не то, потому что вот этим сейчас покажу прикол. Вот смотрите, в принципе, если вот тут вот сесть на вот эту вот штучку, да, вот смотрите, оп, присела. И посмотрите, в эту сторону видно вот дом. Да, вот примерно вот такой же дом будет, намного ближе здесь находиться. Так вот, в этом доме иногда, сейчас настроятся камеры, я вам покажу. В этом доме иногда на балконе сидят люди, вот на этом, на самом последнем этаже, это вот четвертый этаж получается, да, и в принципе они видят вот все примерно вот досюда. То есть саму бассейную часть вот здесь они не видят, потому что здесь вот такие большие деревья. Ну а меня вот отсюда могут видеть, и вот эту вот всю часть они могут видеть. А тут, представьте себе, вот там третий этаж, вот отсюда, получается, вот досюда будут чьи-то головы, как бы смотреть вниз. То есть этот дом, видимо, мы покупать точно не будем. Ищем наш, продолжаем. Но то, что на все лето стройка здесь, это, конечно, огромнейший минус. Вот знаете, ребят, сколько я смотрю Гарика Харламова, столько лет я его и люблю. И когда он в каком-то видео сказал, я не буду худеть, я вдруг посмотрела, и сказала, точно, он же так сильно поправился. Если бы он не сказал, я бы этого не заметила. Вот такой он классный чувак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!